Дети Поморья Так у нас появилась своя архангельская Чулпан Хаматова. И 1 декабря очередной концерт. Сегодня Мария Карель в гостях у программы «Такие дела». Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Ну и что же заставила успешную певицу, которая год стажировалась в Академии искусств США, даже три года в 17 лет удалось поработать с легендарным Владимиром Резицким, работала в ансамбле Игоря Горькового. Что же заставило вас, Маша, заняться благотворительностью? Ну и частично, конечно, работа с Владимиром Петровичем Резицким, который очень много внимания уделял детям. Он работал с детьми-инвалидами, он работал с детьми из детских домов. Это было очень интересно. Дети чувствовали себя там комфортно, выходили из своего вот этого маленького мирка и понимали, что вокруг еще есть очень большой интересный мир. Ну и задача моего проекта была практически та же самая. Мне очень хотелось показать детям, что помимо каких-то трудностей, с которыми они сталкиваются в ежедневной реальной жизни, есть еще вот наш такой волшебный мир творчества, в котором можно реализовать себя и воплотить в жизнь самую какую-то свою заветную мечту стать артистом. Вот такая идея зрела, да? Она зрела, она, конечно, менялась. То есть вот начиная с первого года, как мы реализовали проект, и сейчас это уже, конечно, разные проходят мероприятия. Но в любом случае, каждый год это интересно, это ново. И дети выросли уже на наших глазах, которые начинали с нами в первый год. Они сейчас уже взрослые, они подростки, они проходят процесс становления уже как юные артисты, достаточно зрело уже. Вы обратились к детским домам, да? Детские дома. Да, я пришла в второй детский дом города Архангельска. Директором тогда была Карельская Елена Анатольевна. Она очень, как сказать, очень хорошо, активно пошла мне навстречу. И мы без проблем провели первые концерты, проводили мастер-классы, занимались детьми, работали с руководителями из детского дома. Ну хорошо, это руководитель, да, она вам поверила. А вот сами-то дети, как они откликнулись? Ведь дети все очень разные, как вот вы отбирали дети или не отбирали. Это дети, которые испытали уже в жизни не просто трудности, да, а многие из них трагедии. Дети-сироты, дети, которых оставили родители. У них ведь свои характеры, свой внутренний мир иногда очень нам непонятный. Они сразу вам открылись? Ну вообще нет. На первых репетициях было очень сложно. На первых репетициях, особенно когда мы работали с великолепной нашей актрисой, заслуженной Ниной Тумановой. Она приходила и помогала. Вот она как раз работала с детьми на психологической адаптации на большой сцене, потому что первый год мы проводили концерт в драм-театре. Все-таки эта сцена очень большая и самая лучшая у нас в городе. И поэтому они были зажаты, они были напуганы даже. Но артисты, музыканты, люди достаточно легкие в общении, дети адаптировались очень быстро. И руководители сами заметили после проведения концерта, что у детей произошел какой-то психологический надлом, они стали более общительные даже в своем маленьком мире, в котором они живут. Вы отбирали как-то детей? Мы полагались на объективное мнение руководителей, потому что в детских домах, поверьте мне, работают квалифицированные специалисты с детьми. И действительно дети многие научены очень профессионально. Поэтому, конечно, мы разговаривали с ними, и они помогали нам уже в отборе детей. Сколько детских домов участвует в проекте? На данный момент пять. Это Котлас, Онега, Северодвинск и Архангельск. Почему пять? Пока пять. Вы знаете, что творчество — это такой процесс очень сложный. И много детей в данном проекте быть просто не может. Потому что прежде чем мы ребенка выведем на профессиональную сцену с профессиональными музыкантами, естественно, он должен пройти какую-то уже серьезную подготовку. То есть он должен выехать из Котласа? Да, конечно, безусловно. Они приезжают к нам. Они приезжают, конечно, подготовленные. Здесь мы с ними уже занимаемся. Приезжают специалисты из Москвы, которые проводят для них интереснейшие семинары. Уже третий год мы сотрудничаем с Александром Гизаловым, который является представителем Общественной палаты Российской Федерации по вопросу детей-сирот. Самый востребованный специалист на сегодняшний день в нашей стране. Он очень любит наш проект. Он с удовольствием к нам стремится каждый год. В этом году он к нам не приезжает, поскольку заседание попало в Общественную палату на время проведения нашего проекта. Он приедет к нам в феврале. Мы очень ждем этой встречи. Дети очень любят с ним встречаться. Он сам бывший сирота, вот так успешный человек. Пример такой для него. Пример, да. И мы в рамках нашего проекта ждем его приезда. Это мы планируем открытие клуба успешных выпускников для детей-сирот. Мы будем их курировать, будем помогать им поступать, будем сотрудничать с учебными заведениями, чтобы дети шли дальше. Не только в творчестве, но может где-то и в студии. Маш, ну вот, да, конечно, для детей это удача. А музыканты, как вы их уговаривали? Как согласились музыканты? Ведь, собственно, гонорары-то они не получают. Это благотворительность. Вы знаете, их не надо уговаривать. Люди, те, кто с нами, то есть они остались в течение, конечно, вот этих пяти лет. Кто-то не понял, может быть, немножко проекта. Кто-то посчитал, что, может быть, это какое-то зарабатывание денег. Но те люди, кому это действительно интересно, и те, кто хоть один раз поработал с детьми на сцене, они заинтересованы, они с удовольствием работают. Ваши концерты проходили, гала-концерты, когда уже вот вы пришли к какому-то финалу, да, заключительному. Это в драмтеатре, да, был очень большой концерт. Это в Салон Боле-Арт, в Музее художественного освоения Арктики и так далее. Ведь, ну, все очень непросто. Вы уже вот немножко рассказали, что это большой процесс репетиционный, к тому, чтобы попасть на сцену, да? Ну, это, во-первых, и организационный большой процесс, естественно, как каждое большое мероприятие требует большой организации, подготовки с их стороны, с нашей стороны. Но, прежде всего, это всегда праздник. Поэтому, когда концерты проходят, мы обо всем об этом забываем. И нам настолько хорошо от того, что мы встречаемся, детей уже знаем, руководители знаем. Там ведь дети у вас не только поют? Нет, у нас дети и танцуют, и читают прозу. И в этом году к нам приезжает Анна Кондратчик из города Котлас. Девочка необыкновенно талантливая, девочка действительно очень одаренная. И руководитель, который с ней занимается, Галина Геннадьевна, человек тоже очень профессиональный. И, конечно, результат великолепный. Они победители многих конкурсов. Вот все средства, которые вы собираете, да, все-таки есть билеты, идут куда? Все средства идут в этом году на личные счета. Анна Кондратчик. Детей из детских там, да. Девочки из Котласа. И Михаила Рубцова, он живет в Анниге. Тоже необыкновенно талантливый мальчик, который победил позапрошлом году на всероссийском конкурсе в Москве, на конкурсе «Созвездие» по вокалу. Дети выступили на большой сцене. Им ведь хочется проявлять себя дальше. Вы готовы им помочь дальше? Абсолютно. Вот эти двое дети. Да. Мы сейчас сотрудничаем с еще одними молодыми людьми, которые занялись очень интересным проектом в городе Архангельске. Проект называется «Домой». Они помогают, также работают с детскими домами, помогают детям-сиротам. Мы удивительно нашли общих много точек соприкосновения. И сейчас вот работаем над тем как раз, чтобы дальше помочь Ане и Михаилу как-то поступить и выбрать себе профессию. Вам много приходится ходить по коридорам власти? Вы знаете, как любой социальный проект, естественно, да. Но это неотъемлемая часть нашего проекта. И поэтому для меня это... За пять лет уже привыкла? Да, конечно, безусловно. Это не самое сложное, честно говоря. Отказывают? Бывает, да. Конечно, отказывают. Но для этого, как правило, есть какие-то объективные причины. Поэтому я стараюсь не зацикливаться на этом и искать пути решения какие-то другие. Кто больше помогает? Это государственная поддержка, бизнес или простые граждане? Вы знаете, как ни странно, в этом году откликнулись и те, и те. Даже удивительно, в этом году помогают все. А с чего начинали? А начинала с поддержки просто обычных музыкантов, людей. Моральных? Да. То есть финансовой поддержки, конечно, первые годы не было. Но это всегда так. Чтобы встать на ноги, нужно какое-то время, ничего страшного. То есть в Архангельске у нас есть сообщество, кто готов вкладываться в благотворительные социальные проекты? Безусловно, есть. В этом году я приглашаю всех людей, которые за пять лет помогли нам в проведении вот этого проекта, кто помогали в реализации. Люди, которые работают в СМИ, люди, которые работают в сфере творческой, которые работают в сфере бизнеса. Всех приглашаю в этом году. Хочу поблагодарить. Благодарить будете 1 декабря в гостиных дворах. Да, пройдет у нас замечательный концерт. В 16.00 он начинается. Мы, конечно, приглашаем всех желающих. Но еще очень важно, что это некий маленький такой итог нашей работы за вот эти годы. И я, в принципе, очень довольна тем, как все получается. Получилось? Да. Конечно, требует изменений, требует каких-то нововведений, потому что жизнь меняется. И мы, конечно, в какой-то мере подстраиваемся под эти нововведения. Но, тем не менее, результат есть. Дети к нам едут, они очень любят наш проект. Как будет дальше развиваться проект из детских домов? Как вы будете вовлекать детей из детских домов, детей-сирот? Ну, конечно, естественно, перемены требуются, потому что тот формат, который мы выбрали изначально, он уже немножко устарел. Действительно, время тоже идет вперед. Поэтому мы, я думаю, будем более активно сотрудничать с профессиональными артистами, стараться чаще проводить мастер-классы. Очень хочется подключить нашу актерскую элиту. Потому что, на самом деле, работа с актерами очень помогает детям. Психологически. В социальной адаптации, да, совершенно верно. Ну, наверное, и расширять саму географию детских домов, как участников. Конечно, область, да, просится к нам уже в проект дети из других детских домов, которые просто приезжают, бывает, на концерты к нам. И, конечно, вот создание клуба успешных выпускников – это очень большое расширение нашего проекта. Потому что здесь мы уже задействуем детей, и не только тех, кто занимается творчеством, но и просто которые вышли в жизнь, и, может быть, им достаточно сложно адаптироваться. Мы, конечно, не можем помочь прямо всем выпускникам, но, по крайней мере, определенный список детей у нас уже есть. Спасибо, Маша. И в конце небольшой блиц. Вот как вас изменила за эти пять лет работа, связанная с общественной деятельностью, с благотворительным процессом? Ну, изменила достаточно сильно, потому что я сейчас уже стала понимать всю ответственность данного проекта, и ту ответственность, которую мы несем перед детьми за их участие даже в нашем проекте. Для них это очень важно, и стала еще более важна для меня. И, конечно же, отразилось даже на отношении к собственному ребенку. А что нужно сделать, чтобы сделать этот шаг, помогать другим? Должна быть внутренняя потребность. Где ее взять? Она появляется сама собой. То есть в какой-то момент ты просто понимаешь, что ты можешь сделать что-то для других. И делаешь. И не надо этого бояться. Надо прислушаться просто к себе. Люди, которые начинают это делать, конечно, это тяжело, это сложно, но получается. Что говорите вы себе в таких безвыходных ситуациях, которые наверняка бывают? Что безвыходных ситуаций не бывает. И продолжите фразу. Благотворительность — это... Благотворительность — это потребность. И благотворительность — это, прежде всего, желание сделать так, чтобы как-то изменить человека. Не человека, а вернее, изменить хоть как-то человеческие обстоятельства, сложности, в которых живет. Вот в данном случае, в которых живут дети. Благотворительность — это безвозмездность. Внутреннее, допустим, даже если не помогаешь финансово, но ты можешь помочь какими-то своими способностями, своим профессионализмом, умением и не требуя ничего взамен. Вот для меня это... Вот это благотворительность заключается. Ну, опять же, конечно, легкость и радость, которую ты испытываешь внутреннюю, когда все получается, после того, как ты помог. Особенно детям. Ее ни с чем не сравнить. Спасибо. Мария Карель, джазовая певица и автор благотворительного проекта «Дети по море» для детей-сирот и воспитанников детских домов, была сегодня в прямом эфире. «Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить», замечал русский историк Василий Ключевский. Такие дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова